В Тверской области 8 молодых ученых получат поддержку по программе «Умник» Фонда содействия инновациям на реализацию своих проектов. Разработки победителей связаны с диагностикой коронавирусной инфекции и других заболеваний, с оборудованием и машиностроением, а также с робототехникой. С одним из молодых инноваторов, Егором Шаталову, встретил наш корреспондент Наталья Чекет. Устройство на столе – один из приводов для шестиосевого промышленного робота. Он способен адаптивно и бесступенчато изменять передаточные отношения, подстраивать под конкретную операцию и работать на максимально эффективных для нее режимах. В первой версии два сервомотора, которые с помощью планетарного механизма изменяют передаточные отношения от склоидального высокоточного безлюфтового редуктора, который я проектировал. Естественно, эта система не очень сейчас хорошо выглядит именно для промышленного применения из-за двух моторов, потому что чем больше моторов, тем дороже и сложнее. Но у меня есть понимание, как это все превратить в единый мотор, мотор-редуктор, и избавиться полностью от всех сложностей. Егор учится в Российском государственном аграрном университете имени Тимирязева в Москве. Молодой человек рассказывает, что промышленной робототехникой увлекся около двух лет назад. На создание своей разработки его вдохновили исследования в этой области. И увидел, что характеристики сейчас всех роботов, которые делаются в мире, они ограничены именно использованием однотипных редукторов. И я решил попробовать именно сделать экспериментальный образец, как можно преодолеть этот порог, пробить этот потолок по характеристикам, добавив в такую двухзвенную систему, чтобы сделать ее более гибкой в любом условии. Роботов, в конструкции которого будет применен такой привод, можно использовать на разных предприятиях. Например, для покраски, сварки или фрезерования и других видов работ. Сейчас молодой инноватор сам создает полноразмерного шестиосевого промышленного робота с этим приводом. Это звено четвертой оси у него, то есть которая уже над поверхностью, он ближе к концу, четвертой из шести, она вот приводит в действие именно основную руку робота, можем так сказать. Полученный грант я потрачу на более качественную реализацию прототипа лабораторного во второй версии. Постараюсь как раз избавиться от всех сложностей конструкции и ненадежности, которые вот на данном этапе есть. На проведение научно-исследовательских работ по проекту победители программы «Умник» получили гранты в размере 500 тысяч рублей. Основное предпочтение в конкурсе члены жюри отдают коммерчески ориентированным научным проектам. На всех этапах поддержку конкурсантам оказывали специалисты Центра «Мой бизнес» Тверской области, который является региональным представителем Фонда содействия и инновации. Помогаем в формировании этих заявок. Вообще в конкурсе могут принимать участие лица от 18 до 30 лет. Среди наших победителей основные проекты были по медицине, новые материалы, биотехнологии и новые приборы. Поддержка и развитие потенциала молодежи содействует в воплощении в жизнь их инициатив. Одни из приоритетных направлений для Тверского региона. Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативу по приоритетным для Тверской области направлениям. Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. На региональном уровне молодым ученым также оказывается поддержка. Так, в Тверской области вручается премия за выдающиеся заслуги в области науки и техники. В этом году ее победителями признаны 22 человека. А всего с 2020 года 45 разработок ученых, отмеченных по результатам конкурса, внедрены на предприятиях Верхневолжья.